У меня сегодня тренируется, у него начинается 5-week. Как настроить на тренировку? Я ловлю. А я еще чувствую, что тренироваться я не могу. Не то что тренироваться, я двигаться не могу. Я такой кайф, не понимаю, когда тебя бьют, это кайф получи, говорят, выйди на бою, кайфами. Проект напролом, реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав с дуба, идут вперед. Условия комфорта минимальны, это не для каждого. Здесь жесткие и тяжелые тренировки на износ, вкус победы, горечь и разочарование, воля и характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. Пацаны, вот и дождались. Первый поединок Коляна-машины. Очень интересно, как он пройдет, потому что мне всегда казалось, что Колян волнуется. И не немножко. Я где-то побаивался, что он может слиться. Но вот мы видим, пришло время поединка. До первого поединка он успел провести МакГрегора, русского. С ними немного это. Потом успел упасть с мотобайка. Но вот оно, время пришло поединка. Тяжелые тренировки, пот и труд. Пойдем посмотрим, как там и что там. Тяжелые тренировки, пот и труд. Пойдем посмотрим, как там. Колян, машина! Как самочувствие? Ты готов укалкивать и уничтожать? Да. Слушай, Колян, а усы твои, конечно, бесподобные. Все боятся твоих усов. Я уже боюсь. А что будет этим человеком? Кто-то, Тать или кто? Швед, вот он стоит. Я уже слышал, надо отомстить шведам. Да, Колян, ты должен отомстить шведам за сами, за прошлый бой. Будем стараться, по-любому. Давай, давай, Колян, машина! Как нога твоя? Нога болит, но она рабочая. Мы ее растренировали, мазим и мазал каждый день. И желтыми, и зелеными. Бой досталось, но она работает на 100%. Сегодня будет вылетать, не? Будем. Красавчик. Будем беречь, но если надо, будет вылететь впервые все. Красавчик, красавчик. Санек, ну что, как ты думаешь, Колян готов? Колян готов разрывать машину. Он должен этому шведу отомстить всей Швеции за тебя, Сань. О, да. Это будет от меня. Огромное спасибо. Десять. Отомстить сведшие за меня. За десять локтей надо вернуть им должок. Верни им десять локтей обратно. Короче, десять локтей за Коляном, если что. Я обои вообще. Я первый раз такое в жизни, что я обои не думаю. То есть, я две недели, ни минуты не думал обои. У меня такое ощущение, что мне сейчас сделают тейпы, одеют перчатки и я просто уйду домой спать. Это нормальный подход к делу. Только здесь, если делают тейпы, ты выйдешь и укатаешь сначала два шведа, а потом пойдем домой с чемпионом. Это потому, что были такие жесткие тренировки на износ, что после них мне этот бой, вообще о нем даже не думаю. Колян, после этого у тебя будет два дня отдыха законных. А может три. А может и три. А может и три. А там еще и визаран в среду. Точно. Сань, ну ты хоть уже проголодался к тренировкам за время отдыха или еще не успел проголодаться? Ну, знаешь, сегодня я целый день сидел, на утреннюю не пошел и такое ощущение, ну, нечего делать дома реально. Вот. И так уже хотелось пойти тоже на тренировку, уже привык, ну, такое еще понял, не до конца отдохнул, но уже, по крайней мере, это восстановилось какое-то на туре желание тренироваться. Я уже так, мне легче пойти в процесс. Именно когда я что-то делаю, то я понимаю, для чего я это делаю. Уже, как бы, я проголодался, да, но уже тело тренируется не на сто процентов, поэтому я еще провожу тренировки где-то с концентрацией, ну, короткой, там по 30-40 минут. Сейчас 30-40 минут у меня, и потом я оставляю, просто смотрю, либо хожу, снимаю по залу. То есть ты делаешь волнообразный график тренировок, ты хочешь набрать обороты? Да, я хочу именно втянуться именно плавно, вот именно так, чтобы уже наращивать нагрузки, и это уже не так ощущалось, потому что, вот, была, я думаю, ошибка была моя в том, что я очень резко там сразу начинал процесс, там, с кроутов этих, там, с киков, с марафонов, а я думаю, нужно почить. Что, Саня, на пол вставки устроился? Да, мой первый опыт, я еще не массажировал его ни разу, но видишь, некому. Саня, тебя даже тайцы просят помассажировать, что ты зарядил свои силы и машины. Да, буду массажи делать в киви. Что, Саня, все хотят тебя в угол секундантов? Да, зовут меня секундировать одного тайца, короче. Он хочет быть такой машиной, как и ты, Саня. Да, пацаны, только для того, чтобы быть машинами, нужно покупать экипу Spirit of the Warrior. ABCshop.su Эксклюзивная продукция для спортсменов. Что Кафа делает с тейпами такое? Я понял, он хочет, чтобы максимальный был контакт между моей рукой и головой соперника сквозь перчатку. Саня, а ну-ка покажи свой телефон. А вот уже чехол откатает. Что-то он разваливается. На нем вообще даже страшно уже бутылки открывать. Посмотри, какая у тебя там аватарка. Саня, я собрал все свои бабки, я ее в перчатке FC. Это твоя мечта? Да. Нарисовал себе ее. Нормально, нормально. Саня, осилит путь идущий. Да, Саня. Итальян, смотри на твоего противника и понимаешь, что он реально очкует. С глаза что-то бегает у него. А у него и в прошлый раз, когда он бился с итальянцем, он тоже. Они оба видно, что, короче, горят, но итальянец больше перегорел. А ты же видел, как он дерется? Да, у меня видео есть, мы разбирали. Ничего себе прикольно. Он очень техничный, но он медленный. Очень жестко валит с рук, еще жестче с локтями валит. То есть, он итальянца локтями забил. Ну, ноги у него так... Майя Герик иногда у него нормальные пролетали, а лоу-кики и все остальное нет. Так что, ну, он руки роняет. То есть, он с первого раунда, у него руки уже были на сиськах. То есть, что будет, то будет, мы посмотрим, но я немножко знаю, чего ожидать. Колян Продуман. Увидел бой высоких пацанов, примерно, своей категории. Снял видео. А реально таких пацанов, как Колян, немного. И, скорее всего, это кто-то будет его соперником. Колян, ну ты Продуман конкретно. Смотрите на этого лиса хитрого. А я всех больших снимаю. Всех-всех тяжеловесов снимаю. Как тебя зовут? Лайнос. Меня зовут Лайнос. Сколько тебе лет? Мне 29. Сколько у тебя поединков? Это второй. Как долго ты тренируешься в Таиланде? Три месяца. Я тренируюсь три месяца. Ты приехал получить опыт? Да, конечно, я приехал за опытом. Ты со Швецией? Да, да. Сколько у тебя поединков по любителям? Один поединок по любителям. Да. Я приехал сюда с 15-летним парнем из моего зала. Хочу получить опыт. Покажу сегодня хороший бой. Спасибо. Обязательно покажу. Саня, массажеры жестче. Что за болезнь? Понятно. Он меня гладит вообще. Я его наделал массаж, я его прям вообще проминал жестко. А он меня гладит, как девчонку. Я там проминал, я его помню на этом не любил. Сань, ну что ты? Поддержи колено, ненормально. Стараюсь, стараюсь. Обсуждали, сколько стоит такой массаж. Он выходит очень дорого. Надо выйти и отбиться за такой массаж. Вообще, как правило, кто массаж оставляет 500 баксов. Но парень и так берет с твоей долей за поединок. У нас парень в зале новенький ходит здоровый, чуть потяжелее меня. И вот после спарринга с ним мне вообще не страшно. У нас с ним был спарринг дружеский, там 40-50% силы. И он напоролся навстречу, то есть я бил легко очень. И у него прям пешки загорелись, давай меня пытаться вырубить. Потому мне не страшно уже вообще что-то либо, потому что он был очень жесткий. И мне прилетало жестко. Голян, это говорит о том, что ты машина. Ну, он, кстати, пришел сегодня сюда за меня болеть за полную стоимость. Нифига себе. Значит, нормально с ним порубились. Да, нормально порубились. Что мне после этого обу-обу-обу-обу подходит все время. Нормально, нормально. Пацаны, а пот и труп сближают. Это боевое братство, дух воина. Санек, прикольное чувство, когда бой не у тебя, но ты здесь присутствуешь в этой атмосфере. Ну, ты знаешь, Сань, бой не у меня, но когда я нахожусь здесь, у меня всегда такое чувство, что у меня будет бой. Саня, ты бы сейчас вышел на поединок, если бы надо было? Сейчас, ну, если сравнить то состояние, которое было с поляком, тогда когда Женек должен драться. И сейчас, когда я выхожу на бой до 100%, против поляка было 10%, то сейчас где-то 50%. То есть и да, и нет. Сань, к следующему поединку мы подойдем более ответственно. Да, я уже показал, что я готов принимать любые бои. Теперь просто, я думаю, не надо этого уже доказывать, надо просто подготовиться и выходить и делать работу. Конечно, ты машина, Сань. Жена с ребенком волнуется. Они говорят, чтобы я защищался, чтобы я как Саня не пер. Говорит, у тебя не такая крепкая голова, как у Сани. Я говорю, ты еще куча и плана столько не выпил, чтобы так и переть, как Саня. Но твоя голова немного выше. Коля, не забывай, хорошо? Если кто-то тебя взял в ключик, в клинче, ты его руку обводишь и работаешь в клинче. Ок? Но если кто-то очень сильный, ты его отдавливаешь и бьешь коленом. Понял? Если ты взял в ключ, натягиваешь, натягиваешь и наносишь удар коленом. Хорошо? Что там, Колян? Отлично все. Перчатки маленькие. Или тейпы большие, или перчатки маленькие. Руку тяжело сжимать. Какая-нибудь нокаут перчатки, сами разжимаются. Урт. Хорошо, Коль. Хорошо, хорошо, Колян. Хорошо Хорошо Корпус, Коля, корпус Дай корпус Левая голова, правый корпус Левая голова, правый корпус Левая голова, правый корпус Корпус, Коля, корпус Бота, бота Корпус Бота Бота И в корпус Бота 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 Колени! Корпус, Холя! Локоть! Вот так! И локоть вперед, Коля! Дай между рук локоть! Левый локоть между рук! Вот так! Да-да, вот так, Коля! Еще! Вот так! Левый локоть! Давай! Левый локоть! Руки, руки, руки! Не в ту сторону, да, да, да. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, спирит оф и ворио, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держат под грифом секретно, на сайте abcshop.su Переходи, ссылка в описании и не забывай подписаться на канал, здесь много обучалов и реалити-шоу на пролом. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Локоть! Локтями, Коля! Локоть ему, локоть, Коля! Локоть дай! Вот так! Локтями, Коля! Локтем между рук! Локтями, Коля! Вот так! Вот так, Коля! Вот так! Передним локтем! Вот так! Вот так! Локтями, Коля! 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 Вот так, вот так. Шаг колено. Колено, вот так. Дай локоть на встречу, шаг локоть, вот так. И колено добавь, шаг колено, колено дай, дай колено. Абсишоп.су, эксклюзивная продукция для спортсменов. Поля, соберись! Встречай локтями и коленями, соберись, давай. Отлично. Локоть ему туда. Ого! 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 Встречай! Абсишоп! Вот так! Хорошо, хорошо! И туда. Дай по корпусу По корпусу дай Колени, Коля, колени По корпусу, Коля По корпусу бей И корпус, Коля, и корпус Вот так Корпус Дай локоть Дай локоть По корпусу Корпус Дай дыхалку По дыхалке дай ему Давай пошел Соберись Давай пошел Соберись Вот так Еще Локоть, локоть Вот так Локоть Дай ему на встречу локоть 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 между рук Локоть дай ему Вот так Вот так Локоть Локоть туда Локоть туда Если ты настоящая машина ABCShop.su для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, вот так Корпус, корпус, Коля, корпус Вдыхалку, вот так И прямой вдыхалку Прямой правой вдыхалку Локоть, локоть Навстречу локоть между рук Вот так Коля, левый джаб, правый колено 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 Локоть! Локоть! Локоть навстречу! Между рук! Между рук! Дай по корпусу! По корпусу! Шаг колено! Шаг колено! Руки на голове! Если ты хочешь быть настоящей машиной, переходи на сайт abcshop.su Коля, это твоя победа! Соберись! Да работай! Мне интересно! Держи его! Держи на дистанцию! Локоть! Дай локоть! Не надо! Не разряжайся! Не разряжайся! Дистанция! Держи, держи! Не надо! Не лезь! Не ногой добавь! Не ногой добавь! Отлично. Вот так. И колено дай. И колено. Дай колено. Джаб колено. Джаб колено. О, хорошо. Джаб колено. Хорошо. Трухануло, трухануло. И ногой по корпусу. Ой-ой-ой, добивай. Добивай. Он локтями полетит. Он локтями. Локоть дай. Локоть дай навстречу. Вот так. Локоть навстречу передний. Только локоть. Толчковый. Коля, толчковый. Не разряжайся. Дай ногой. Дай ногой. Дай ногой по корпусу. Просто ногой по корпусу. Боковой ногой по корпусу. Вот так. Еще. Добивай очки. Добивай ногой. Вот, хорошо. Хорошо. Молодец. Отлично. Красавчик. Ты очень сильный. Ты очень крепкий. Спасибо. Второй раунд. Второй раунд. Ну что, Колян, как послевкусие после поединка? Счастье. Я скажу, это второй день, когда я счастлив в Таиланде. Первый день, когда я приехал и был на эмоциях. И сегодня. Потому что остальное время у меня были тяжеленные тренировки. Саня, ты что, фоткаешься с Коляном, да? Я победителем фоткаю. Нормально, нормально. На память. Тренер Фами меня угостил тортиком. Сегодня у кого-то день рождения. Наверное, сегодня родился новый боец. Хух, хэппи бёздый. Хух, хэппи бёздый. Боспомоутер. А, боспомоутер. 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 Нормально. Сегодня день рождения у меня. Сегодня родился боец Муайтай. Нормально. С чем я тебя поздравляю. И подписчики тоже. Саня, ты его поздравляешь? Хороший, Гротович. Хороший. Он одержал победу. Поддерживание босса. Нормально. Понравился боссу бой? Боссу понравился его поединок? Да, да. Да, да. Понравилось. Босс подходил к нему и давал ему нюхалку. Нюхалку от жижек, которая приводит в тонус. Пацаны, я вам скажу, что этот босс всегда приходит на Саня на поединок. И он меня аж за ногу дергает и говорит, помоги ему на, дай ему понюхать. Дай ему понюхать нам босс. Сегодня босс пришел на мой поединок. Первый у меня поединок, и босс мне уже давал там что-то нюхать. Я надеюсь, победа моя всем понравится. Пацаны говорят, бой был огонь. Саня, вот тебе и бабулей. Саня, Саня. Саня, Саня. Ну а теперь дерзай, Колян. Пей пучай, планк, машься бальзамами. И через сколько на тренировку? Я думаю, в середине после визорана сразу же. В четверг? Да. Что у меня ноги сильно. Фа говорит вообще, что мне лучше сейчас месяц. Он говорит, давай недели через три, а лучше через месяц следующий бой. Потому что он подстрелил на мои арбузы на ногах. Ух ты. Он так их, короче, потрогал. Говорит, через месяц, говорит, бой. Три недели или месяц. Я думаю, что три недели. Фа не удержится. Ему позвонят, и он такой сразу. You fight tonight. Это их тема. Как Таня. Колян, говоришь, пива хочется? Да, на радостях хочется чего-нибудь солененького и бутылочку пива. Восстановить. Как там? Кислоты? Вот на щелочной балансе. По баночке с Саньком. Да, Сань, если будет, то по баночке с Саньком я угощу его. Ну, а как я могу отказать чемпиону, который приехал, выиграл бой за победу? Буду, конечно. Смотри, только не сервис Саня. Да ты что, я тут сам алкоголиков, спортсменов перевоспитываю. Какой сервис, Сань? Ты, короче, сейчас за коленом наблюдай. А то, когда был Макгрегор, колян себе позволял там бухануть. Ну, кстати, Саня вообще не пил. Я вот один раз Саня пил, это когда после его новобоя, он лежал, у него голова болела. Я говорю, Сань, может тебе пиво взять? Ну, и сходил, и Саня пиво купил. То есть, вот, а так, в принципе, Саня вообще не пил. Зашел тебе этот пивасик? Ну, вот как обезборил чуть-чуть мое состояние. У меня здесь очень болело. Я выиграл пивасик, а чуть отлегся. Пацаны, стоит им выпить бутылочку или нет? Как считаете? Ну, смотри, Колян, тебя реально не понесло тут. Потому что ты почувствовал, как трудно было в первом раунде? Я в голову получил, как бы, когда в голову получаешь, много пить нельзя. Сто процентов. Только что пообщались с промоутером. Он говорил, что 18-го бой хочет Саня сделать. Но немножко оттянули, потому что 10 дней все-таки мало. Саня еще только-только начал. Я предложил 24-го или 25-го, а Саня говорит, ну, давайте 21-го. Но я только Саня на мнение слушаю, потому что Саня сам чувствует, когда тебе надо его проводить. Правильно, Саня? Да. Две недели, как раз, я рассчитывал. Что-то нормально на подготовочку, да? Да. Вот, как раз эти две недели будет. Я нормально подготовлюсь. Пацаны, UFC-шники готовятся по полгода, а Саня две недели. И больше ему не надо, потому что это напролом. Три месяца, чтобы получить максимум опыта и стать машиной. И мы посмотрим на разницу Саня до и Саня после. У Колена ситуация следующая. Сегодня пятница. В субботу, воскресенье он надыхает. В понедельник, вторник. По крайней мере, он говорит, что хочет отдохнуть 4 дня. А в среду у него визаран. Потому он придет на тренировку только в четверг. Но я говорю, чтобы он пришел хотя бы разочек до визарана. Я думаю, что он дома соскучится и придет. А он говорит, я посмотрю по самочувствию. Все зависит от мок. Фа сказал, что он ничего против не имеет. Я и сам как бы с больными ногами вышел. Но ничего страшного, сейчас у меня еще больше болят. Так что это на пролом. Пацаны, на проломе такая тема, что здесь на 100% ты не успеешь восстановиться и отдохнуть. Здесь такого нету. Здесь раз в месяц даже если у тебя будет поединок, все равно ты не успеешь. Потому собирайся силами, Колена. Но это я сказал 4 дня. Буду отдыхать до того, как я узнал, что у Сани бой. А Сане нужен партнер, помощник. Тот, кто будет ему помогать, тренироваться. Так что я буду в понедельник или в вторник точно забуду. Думал сделать такую тему с Саней. Прийти раза 4, сделать с ним спарринги, например. 5 раундов по 3 минуты. Начать в среднем темпе. Чтобы он почувствовал какие-то мои фишки. И я ему про них рассказал. И чтобы он их сразу пробовал и выбирал, что ему понравится. И таких сделать, например, встречи 4. Чтобы с каждым разом темп был повыше. И чтобы ты перенимал эти фишки. И чтобы ты к бою уже пришел с 2-3 фишками. Я примерно с Саниного веса. Твоих габаритов. Я думаю, что будет полезно. Конечно, посмотрим, как будет по времени. Но, Сань, как тебе такая идея? Да, это отличная идея. То, что ты делал с Женьком в первом сезоне. Это хороший спальник. Я думаю, это нужно по-любому сделать промежутки для этого боя. С Женьком, конечно, была задача жестко отсадить его по корпусу. Потому что у него были легкие поединки. И я хотел его подготовить к тяжелым поединкам. А как мы помним, у него потом были тяжелые поединки. И я уверен, что этот спарринг ему пригодился. Сане задача больше передать опыта, чтобы он почувствовал, попробовал. Ну, а заключительную встречу можно будет поработать пожестче, чтобы ты прочувствовал. Хочется добавить, я боялся, что Коля в раунде втором-третьем просто поломается за счет того, что он очень устал, разрядился в первом раунде. Я боялся, чтобы он не сломался и просто не присел. А в итоге Коля держался, молодец. Но я потом начал немножко силы экономить. Я начал смотреть, начал ставить блоки, начал немного время оттягивать, держать дистанцию и в нужные моменты вкатывать. Но все равно я бил много. Было очень тяжело, но меня держало на полу одно, что меня смотрят все мои друзья. Меня смотрят братья, родители, жена. Я не мог упасть в грязь лицом. Это держало меня больше всего. Когда ты почувствовал, что ты уже хочешь присесть? После второго-третьего раунда все, я уже думал, может все-таки не пять раундов, а три. Может и там трехраундовый бой нам сделали. Во время поединка была мысль, что хочется уехать домой и забросить это все? Нет, во время поединка нет. До поединка, во время тяжелых тренировок, у меня были такие мысли. Во время поединка я нормально себя чувствовал, я знал, где я и что я делаю, зачем я сюда приехал. Реально мне кто говорил, да выйди, побейся, это кайфание. Реально это кайф. Реально ты чувствуешь себя живым. Настолько живым, насколько это возможно. Вот именно в бою. Так что это реальный кайф. И у пацанок есть возможность прочувствовать этот кайф с проектом напролом. Как пивасе? Супер. За победу. За будущей победой. Саня, как пивангель? Отлично. За твою следующую победу 21 числа, Саня. Да, уже договорились. Короче, буду 21 драться. Вот с первого победа. Победа. По-любому. По-лю-бо-му. А лучше, пацаны, пейте электролиты концепции Muay Thai. И переходите на сайт ABCShop.su. Там очень много полезных. И не забывайте лайкать, комментировать и подписываться на канал. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok